Я не знал, как сегодня назвать продолжение, поэтому я назвал всеми тремя именами. Все меня спрашивают, что за календари, все меня спрашивают адреса, поэтому я поставил там адрес внизу, миссионер.еу. Когда мы делали этот сайт, мы испробовали, знаете, все. Он раз нажимает миссионера, он говорит, так свободно же. Ну, сразу забили, и вот результат. Второе. Спрашивали меня, почему Африка? Почему не Россия? Я думаю, что в конце этой презентации, возможно, мы подведем итог темы, почему же Африка? Бог сказал. Бог сказал? Бог сказал Африка. Ну, спасибо, вы уже так наперед сказали. Я всегда хотел сегодня найти тех медико-миссионеров, когда я приехал 6 лет назад в наш дом в санатории. Знаете, что для меня, неверующего человека, было удивительно? Кого бы и не спросил, куда ты пойдешь через год, все отвечали одинаково. Бог усмотрит. Я думал, что это и сейчас так есть и в России, и в Украине, куда бы я ни пошел, мне задают всегда вопрос, почему Африка? Я посредине прервусь в этой презентации, мы с вами споем одну песню, один куплет от песни, и вы мне напомните еще раз, почему Африка, хорошо? А я вам отвечу, почему не Россия. Или вопрос, задам вам вопрос, а может попробуем Россию? Мне очень приятно находиться сегодня еще здесь, потому что приехали с разных уголков и Союза, и Европы, и многих людей я знаю очень хорошо. Знаю, что с некоторыми общаемся через Фейсбук, и хотел бы всем сказать огромное спасибо. Знаете, когда я нахожусь там, мне тоже очень приятно видеть их лица. Но когда я здесь вижу вас, понимаю, что когда мы там, вы молитесь все очень сильно. И не только моя церковь, но моя церковь во всем мире. Огромная благодарность Богу за вас, за то, что вы у меня есть. Африка, она не изменилась. И за то время, что мы туда ездим, она ничем и не поменялась. Меня часто спрашивают, почему я не рассказываю, почему я рассказываю только о хороших вещах. Мне задают разные вопросы, и я решил чуть-чуть включить один рабочий день, с чего начинается Африка. Как бы вы думали, с чего начинается Африка? Давайте, помогайте мне. Вот сейчас я через два месяца уезжаю в Африку. Когда она началась? Когда она начнется? Кто может сказать? Дмитрий Викторович, вам не обязательно, уже нет его, не обязательно подсказывать. Прививки. Прививки это уже давно, я выбрал уже пять лет назад. Прививок, кстати, надо очень много, приблизительно в одну страну прививки стоят от 300 до 600 евро. Бывают живые вакцины, когда вам вводят, и по пять дней мы не встаем с кровати, потому что очень сильно ловит кости, боли ужасные. Но в некоторые страны, хочу вам сказать, что в Уганне, куда я сейчас направляюсь, очень много надо прививок, но там живет наша сестра Инна Кравцова. Она вышла замуж, она за пять лет не болела ничем, а ее муж, который местный, брат Суби, которого тоже многие знают, он пять раз болел малярией только. И он врач. Поэтому как бы очень много. Так когда же начинается программа? Начинается 16 января. Подготовка к программе. Когда начинается? Приблизительно за месяц или за сколько? 17 января. Приблизительно один год. С чего она начинается? Мечты. Молодец, спасибо вам. С молитвы, конечно, с молитвы. Во-первых, я не знаю, куда мне идти. Скажите, вы знаете, куда вам завтра надо идти? Не знаю. Не знаю. Взял, помолился, уже знаем, уже приблизительно знаем, уже выбирается страна, это очень огромное. Даже уже, когда выбрана страна, уже есть и переводчик, и надо очень много. Пишу такое вот большое письмо. Я же не могу туда приехать. Вот, здравствуйте, меня зовут Василий, я к вам приехал. Буду строить там не знаю что. Буду проповедовать вам про Иисуса Христа. Скажите, вы оба приняли такого человека или нет? Наверное, приняли. Конечно. Спасибо, Лена. Представляете, в той стране начинается все совершенно по-другому. Время, когда приходили и крестили миллионами людей, и люди выходили за кусок хлеба, это уже давно не так. Для того, чтобы люди приходили к Богу, вот есть миссионеры, это первый этап нашей работы. Выбирается три миссионера. Из окружения они будут ходить. Примерный опыт этих миссионеров у нас есть. Они проходят километров. От 30 до 100 километров. В день. Бывает, они стоят на месте, бывает, они ходят, где-то их выгоняют в села, где-то им угрожают, где-то кричат, что не хотят знать Христа. По-разному. Работают они, сейчас на данном этапе, миссионеры работают уже приблизительно шестой месяц. Они обходят округу приблизительно 150-200 километров. Из этой округи к нам будут приезжать люди. Чтобы в Африку прийти и вот так собрать людей, можно. Но вы им должны что-то дать. А мы же не даем ничего пока еще. И нам нужны люди. И в самом этапе пока у нас только вдвоем. Я и мой переводчик. Больше желающих пока нет. Но на данном этапе я бы попросил встать тех желающих, которые согласились уже здесь. Спасибо, брат Евгений. Он уже согласился ехать ровно через год. Встань, чтобы тебя видели. И сестра Лена мечтает об этом уже, наверное, очень много лет. Спасибо, спасибо, что вы готовы поехать. А если хочет кто-то еще поехать? Хочу. Позволь. О, спасибо, большая благодарность. Обязательно, я думаю, что мы сегодня с Дмитрием Викторовичем сделаем призыв для тех, кто хочет ехать в Африку. Что делают миссионеры? Как вы думаете, вот эти пионеры, они называются пионеры, они идут и проповедуют. Скажите, они могут проповедовать об Иисусе Христе? Иисус сначала шел и делал веру. Они могут или нет? Могут. Почему нет? Они только бьют в колокол, потому что люди же там не знают, кто такой Иисус Христос. Люди же не знают, кто такой Бог. У них есть свой Бог, свои духи. Они ходят к умершим, приносят жертвы. На Мадагаскаре 50% приносят жертвы. В Буганде приносят еще человеческие жертвы. Так что все по-разному бывает. И вот эти миссионеры работают. И среди вас есть люди, которые помогали мне в этих путешествиях. Один человек, знаете, сколько нас обходится за месяц. Ему надо купить велосипед. Ему надо купить три пары одежды. И церковь местная помогает с едой для его семьи. Потому что у них по трое-четверо детей. И им надо как-то помогать с едой. Вот эти люди ездят. И они рассказывают, что когда-то к ним приедет из сказочной страны лис большой белый человек. Белого человека они видели. Ну так, как вы вчера видели здесь черного. Когда мы приезжаем туда, первое время, то, о котором я рассказывал вчера и позавчера, мы же потихоньку учимся. У африканцев есть очень многому чему научиться. Знаете, чему мы научились в Буганде? Дмитрий Викторович, можно вас сюда? Вы расскажете лучше, чем я. Когда мы приехали туда, мы цивилизованные белые люди. У нас в Украине была на то время одна школа. Я вас приветствую, дорогие сестры, братья. Значит, когда мы приехали в Уганду, я вам расскажу за три страны сразу. Мы в Адагаскар приезжаем, дети все настолько воспитанные, настолько дружелюбные. К нам приходило 500-600 человек на евангельскую программу. Кто-то захотел из детей спать, совершенно чужие дети, так, приласкали его, положили, поспал, поднялся, другой лег, поспал и так дальше. Приезжаем в Уганду, что-то подобное, ну, чуть цивилизованнее, уже там, ну, в крайнем случае, дракнет. Приезжаем в Танзанию, я провожу евангельскую программу, как пошло племя на племя, и попробую его остановить, понимаете. Вот, я начал анализировать, в чем дело. В Мадагаскаре христианские школы, в Уганде христианские школы, в Танзании построил Советский Союз все школы и воспитали всех педагогов, понимаете, да. То есть, почему я говорю, что насколько важно вот это образование. В Уганде школа, мы приезжаем, система совершенно другая. Три месяца учатся, месяц дома. Три месяца учатся, месяц дома. Вот, теперь, у них школа, школа одна, может быть, три с половиной тысячи человек. Девочки отдельно живут, мальчики отдельно. Везде таблички, выписки из бухопророчества, о целомудрии, о рассудительности и так дальше. То есть, дети бегают, а взглядом так бросили, табличку прочитали и побежал дальше. И так дальше. Вот наша адвентистская школа. Дальше. Еще вчера Сергей Горев тоже говорил об этом немножечко. У них до обеда учатся, после обеда все дети имеют свою площадь. Они должны принести, в конце концов, бананы, ананасы и так дальше. Уганда очень трудолюбивая страна, очень трудолюбивые люди. И у них воспитывают вот это у детей. То есть, там умереть из голода просто невозможно. Потому что детей в наших адвентистских школах учат это. Спасибо. А сколько еще школ в Уганде? Как Вы считаете, культура к многому идет вперед или нет? Сколько адвентистских школ в России? Много? В Украине, наверное, 5 есть. 16 школ в Украине. В Уганде 200 школ. Адвентистских школ. Слава Богу, конечно, они, может, не такие яркие, какие принято у нас. И не такие, какие ходят в моя дочь. Я когда услышал, что у нас в Праге есть адвентистская школа, я продал и дом. Только для того, чтобы мои дети учились в адвентистской школе. Когда я приезжаю в эту страну, уже после всех прививок, уже и билеты купили. Сколько у нас в команде? Как бы Вы думали? Двое. Двое. Те люди, которые, они собираются, хотя Дмитрий Викторович готов и завтра снова ехать. Но, к сожалению или к счастью для него, у него есть работа, поэтому он не может уйти с работы. Когда я прихожу туда, первый день, с чего мы начинаем, мы начинаем объезжать эти поселения, как у нас ездят, когда подают предвыборная кампания, чтобы эти люди увидели белую кожу, чтобы они смогли прийти. И вот мы ездим, мы рассказываем... О, худой какой-то парень. Да, откроем. Покушайте рису хотя бы с три месяца, тоже так будет. Как я сейчас. И на этих встречах, когда все люди выходят, если Вы посмотрите, в основном дети. Потому что старшие люди, они на работе, но не надо нам бояться. Мы говорим с детьми, потом дети приглашают своих родителей, и те приходят на программу. И мы так посещаем очень большое количество. Два дня, три дня я только и занимаюсь, что езжу по этим селам, собираю людей. Знаете, когда приятно... Вот скажите, приятно мне взять сейчас Сергея за руку? Конечно. Конечно. А африканца? Но если он руки не помыть у него, то нет, наверное. Ну хорошо, он руки не моет, потому что там нет воды. Но там нету даже бумаги. И у него для всего есть только одна ладонь. Да, Сергей? Ничего, само отваливается. Да? Все понятно, но представляете, когда Вам надо подать тысячу раз руку. Куда деваться? А еще не так просто подать руку. Дмитрий Викторович, можно еще? А то они же, братья наши, сестры, не умеют здороваться. Это мастер-класс, братья, когда приедете в Африку. И так 22 раза. Да ладно. Тем больше, тем больше душа. И в глаза смотреть. Спасибо. Как сестры здороваются, мы не будем этого показывать. Тем лучше отваливается. И представляете, когда в зале тысяча людей, и я всегда думал, почему такой завтрак? Я все время ходил по углам, я думал, там что-то делал. Ну, там ей понятно. И вот среди этого народа Вам надо прибыть. Человеку из третьего тысячелетия. Моя супруга всегда спрашивает, если я кремния переношу на запах, как я могу там быть среди них? Как могу жить среди этих людей? Очень много еще странностей, которые Вам могут показаться. Мы об этом не будем говорить. Эти дети, которые не знают, что такое вода. Эти дети в одном селе, которые вообще не знают, что такое какая-то культура, какая-то цивилизация. Они не знают вообще ничего, когда они умывались. Хотя вода там есть, везде вода есть. Ну, ну, 30-40 километров, и воду можно найти. В некоторых городах 2-3 километра. Среди этих людей надо жить. И когда мне говорят, почему Африка? Да я много раз готов поехать в Россию. Поехать к Вам спать в отличном отеле, как здесь. Это же намного приятнее. Вы меня и накормите. Я думаю, килограмма-полтора я здесь и поправился. Трехразовое питание. Попробуйте там выжить, на куске ананаса. И вот с утра до вечера мы только объезжаем людей с самого места, куда бы Вы ни пришли в село. То же самое. Куда бы Вы ни пошли, они просят, чтобы Вы помолились за благоденствие ихнего села. Чтобы у них не было войны, чтобы у них не было голода. И представляете, когда я потом молюсь дома, и когда молюсь там. У них главная мечта. Знаете, что будут люди кушать в районе? Рис. Потому что люди больше ничего не знают. Они больше даже не могут ни о чем мечтать. Кусок мяса, наверное, в моем детстве я всегда мечтал кушать мясо. Я его кушал один раз в месяц. У них не знаю, что может быть за мечта. Когда приходим к губернатору, или к мэру, или к шефу полиции, всегда очень тоже приятно осознавать, что он хотя и язычник, но он просит, чтобы Вы молились. Он просит, чтобы Вы помогли сделать что-то в этом городе. У нас есть папка целых мэровых городов, губернаторов. Иногда попадаются такие губернаторы, которые являются членами нашей церкви. Реклама. В каждом городе мы раздаем до 15 тысяч листовок разных афиш. Это все действует, как у нас когда-то в 90-х годах. Они это ставят в себе. Иногда они говорят, что мы приехали в город Порт-Держи и спрашиваем полиции, что все листовки посрывали. А шеф полиции говорит Дмитрию Викторовичу, так Вы сейчас у меня дома, я Вас повесил. Это же очень хорошая картина. Представляете, дома ничего нет, а это как раз будет хорошая картина. Когда мы уезжаем в этот город, знаете, с чего начинается евангельская программа? С карнавала. Все люди выходят на мотоциклах. Что у кого есть? Они идут и снова раздают листовки. Они зазывают всех людей. Это же народный праздник. Иногда со столицы посылают камеру, чтобы засняли, что же будет в этом городе. Иногда у города бывают предвыборные кампании. Нам не дают показывать рекламу. Когда мы ехали в первый раз на Мадагаскар, случилась революция у них. И мы думали, как мы туда поедем. Мы даже своим женам ничего не говорили. Я точно своей не говорил. Я знаю, Дмитрий Викторович не говорил. В пыли, в грязи, три дня иногда идет карнавал. Все пионеры, все любящие Иисуса, они просто идут в этом карнавале, чтобы позвать весь город. Следопыты, извиняюсь. У нас пионеры говорят. Знаете, странностей в жизни человека очень много. Когда-то я был в тюрьме, проповедовал. Здесь, на похороне, уже я Дмитрию Викторовичу не позвоню. Но снова у меня проблема. Мы подходим, я говорю, брат Брю, ну а что здесь? Он говорит, хоронят язычника. Как хоронят язычника? Я бы хотел сфотографировать. Моя первая профессия фотограф. Он говорит, готовься к проповеди. А как готовиться? Я же на похороне никогда в жизни не был. Один раз всего. О чем можно проповедовать? Надежде. Хорошо? О надежде на воскресенье. О надежде на воскресенье. А почему не о смерти? Ведь смерть же у них случилась. Какая надежда может быть для этого человека? И я им говорю, что этот человек никогда не увидит никого уже. Потому что они его не хоронят. Они его только на три года хоронят. Он же будет летать по вселенной. Потом будет встречаться с ними. Но вот для живущих есть там храм, который мы построили один год назад. В котором они могут прийти и послушать Слово Божие. И знаете, Бог дает ответ. Нет, если мы читаем Библию внимательно. Как через Адама пришла смерть, так через Иисуса Христа есть у нас надежда. Это впервые на похороне. Знаете, фотографировать было надо с нескольких мест. А они меня приходили и спрашивали, где-то в Библии есть написано, что будет надежда для нас. Тюрьма. Я обещал вчера, что буду рассказывать о тюрьме. Тюрьма особого назначения. Здесь есть и люди, которые заключенные на очень много. Пожизненно. Вот здесь на фотографии этот парень был заключен в тюрьму на пять дней за воровство. Я не рассказывал эту историю вчера? На пять дней. И крещение принимал человек, который совершил много убийств и получил пожизненно. Кто из них примет крещение? На пять дней, да? Который на пять дней подошел к нам, и мы его спрашиваем, потому что его не было в списках, он не проходил библейские темы. Наша команда, вернее команда из церкви, в которой мы были, ходила год. Этих людей готовили один год. А паренек прибился только в этот день. Он говорил, ну пожалуйста, крестите и меня. Мы спросили его, из какого он города? Он говорит, я из города Марвай. Я говорю, так мы там будем приблизительно через один месяц. Пожалуйста, приходи на программу и все. Когда я вышел через месяц вперед, в первый день, мы молились об этой ситуации. Я пришел туда, сразу была куплена одежда. И я вышел, и когда было где-то 7 тысяч людей передо мной, и я просил, чтобы он вышел. Он не вышел. Я второй раз, третий. Я и на второй день, и на третий день его не было. Где-то через 5 дней я, проходя по окрестностям, подбегает паренек. А вы меня помните, я там был в тюрьме. Я говорю, да, помню. А почему ты не приходил на программу? Ну, у меня не было одежды, ну это. Я говорю, приходи вечером. Мы же за тебя молились. Как думаете, он пришел? Он не пришел. Почему так случается? Люди, которые живут в тюрьме, свободно. Здесь на этом, как бы, помосте, лежит их где-то 25 человек. Человек, которого вы видите, совершил эти убийства. Так он не просто совершил. Когда мы вышли на другой день, он сказал, что он хочет заниматься уроками Библии. Но не он сам. Он получил 8 Библий. И среди вас находится семья, которая пожертвовала деньги на эти Библии. Слава Богу. Он руководит 8 блоками по 500 человек. И под его приказом все читают Библии. Не все, вернее, один человек читает, а все слушают. Вот это пастор, да. Вот это наша сестра, которая занимается миссионерским служением в этой тюрьме. Мы строим школу. Вы помните, в 2012 году мы не умели достроить школу. А здесь за 10 дней будет стоять школа. Как вы думаете, зачем мне нужна эта команда? Из самых женщин. Посредине, в светлом платье, вот она. Она является директором самой престижной профессии в мире. Я недавно тоже работал на этой профессии. Совершенно где-то 10 дней назад. Ну, угадайте, что за профессия самая престижная? В адвентистском пасторском служении Советского Союза. Уборщик. Кто сказал уборщик? Спасибо. Мы идем к меру и мы спрашиваем мера, готов ли он, чтобы мы очистили его город от мусора. С появлением китайских предметов, салфанов и всего прочего. Мы что делаем в наших городах? В России это делаете или нет? Мы стараемся, чтобы мы были чем-то полезны этому городу. Мне не надо ничего нового придумывать. Оно уже давно все придумано. И мер говорит, все школы, которые у нас есть, всех детей забирайте. И до 10 лет все дети идут со мной. Но не со мной, вернее, потому что для каждого, если я чем-то занимаюсь, то там есть один человек. Вот эта женщина. Я имею дело только с ней. Она имеет 9 девушек. Город разбивается на части. И мы идем чистить город. Скажите, это хорошее занятие? За всю историю одна девушка принимала, из тех, кто нам помогал, одна принимала через такое служение крещение. Посмотрите на этот город. Иногда прибегали язычники и кричали у мера. Адвентисты нас хочут жечь. Как вы этого не понимаете? А мэр говорит, ждите у каждого двора, чтобы они научились, что такое чисто. В городах, где не существует туалетов, не существует ничего. И вот так город горел 8 дней. В одном из городов. За это дети получают зарплату. Знаете, какая зарплата? Одна ручка, одна тетрадка, один карандаш в день. Примерно для вас, чтобы вы понимали, 7 тысяч рублей, это стоит тысячи тетрадей. Я считаю, что этим мы помогаем и детям, чтобы они хоть как-то могли учиться писать, хоть имели, чтобы у них появилось желание. За примерно два года мы раздавали книгу «Великая борьба», около пяти тысяч. Книг было раздано «Великой борьбы». Скажите, сколько у нас уже работает в команде? Мы же ехали только вдвоем, иногда втроем. Уже с удворщиками, уже нас работает. И когда я говорю, что нас работает около 300-500 человек, до трех тысяч, то я никогда не вру. Люди, которые приходят по 50-60 километров, только чтобы участвовать в программе. Посещения могут быть разными. Они могут быть на берегу моря. Могут быть, как видите, мусульман. Я очень люблю сильно мусульман. Люблю язычников, адвентистов. Тоже люблю, знаете, по-своему. Может, не так сильно. Людей можно найти везде. Как вы здесь находите, так мы там в Африке находим. Сергей аж задумался, наверное, ему хочется вот сесть с этими людьми покушать риса. Правда, Сергей? Не хочется? Ну, скажи по-честному, можешь стать твоим впечатлением, когда ты был в Ефиопии? Или ты рассказывал? Когда тебе пришлось кушать вот с такими людьми? Ну, не знаю, всегда как-то отделятся люди белые на черные. Но у меня никогда не было ощущения, что они другие люди. Они точно такие же, как и мы. Поэтому, когда я с ними садился, ну, как дома я сажусь с семьей, наверное. А белые и бледные. Спасибо. Знаете, я не знаю почему, но я этих людей очень сильно люблю. Я не говорю, что я не люблю своих. Но почему-то там совершенно все по-другому. Попробуйте выйти на улицу. Лица угрюмые, серые. Все куда-то спешат. По телефону говорят. Не мне когда. Хочу что-то спросить. Тоже уже половину черных стало, как у нас в Европе, так и у вас в России. И уже скоро белых, наверное, не будет. Ну, мы идем дальше в гости. Знаете, всегда приятно находиться с людьми, когда угощают, когда ты угощаешь. Но тяжело, когда не можешь ничего покушать. Приятно на берегу океана иногда им показать, как делать физзарядку. Вы давно не делали сегодня, да? Вчера делали. Вчера делали. Завтра будем делать. Завтра будем делать. Я приглашаю вас всех утром на физзарядку. Иногда там я даю машину, фотоаппарат, если кто сделает одно упражнение. Ну, среди вас понятно, что вы люди белые. Может, похоже, если на перерыве решить, я вам могу показать несколько упражнений. Ну, фотоаппарат вам не будем давать, но микрофон, пожалуй, можно. Строительство школы. Это единственная моя цель, самая сильная цель из всех, которые касаются, кроме проповеди Евангелия. Вот так начинаем строить школу, тоже с одного, с двух человек. Нам не нужны люди, которые придут и будут строить за деньги. Деньги у нас есть. У нас есть и материал. Глина, с которой можно сделать кирпичи, можно замесить раствор и можно начинать строить. Женщины, которые подходят к нам. Вы сами кирпичи делаете? Да, сами делаем кирпичи. Это же очень просто. Я не подготовился к фотографии, как делаем. Делается из двух досок. Я сам лично не делаю кирпичи, чтобы вы понимали. Делаются такие формы. Самая большая проблема, глина не проблема, проблема вода. И вот выстраивается возле воды такая яма. В эту наливается вода. И делаются такие формы. В эти формы ложится глина. Это ставится на солнце. Как оно только подсохло. Формы снимаются. И выстраиваются такие... Капицы, я не знаю, как по-русски сказать. Да, кучи такие большие. Пирамидки, да. И это ложат дрова и поджигают. Мы сами поджигали дрова. И вот кирпич обгорает. И пожалуйста. Но если нету кирпича, раньше мы покупали кирпич. Приблизительно тысяча кирпичей стоит 700 рублей. 700 рублей, 1 тысяча кирпича. 10 евро. Поставки организовать в России. Да, доставка значит кирпича. Если нам нужно на строительство, то стоит еще 700 рублей, чтобы привезти 3 километра. Это очень тяжело получается. Иногда есть такие края, я спрашиваю братья, кто из вас является предпринимателем? Одним подумает, другим. Я говорю, вы могли бы делать кирпичи? Да, я говорю, пожалуйста, мы у тебя будем покупать. Тем более, что это нам очень сильно помогает, потому что иногда уже есть готовые кирпичи, иногда мы делаем. Скажите, что нужно для строительства школы еще? Дерево. А я дерево же не привез, я привез деньги. Но я не говорю, что я деньги привез. Я говорю, что мне нужно дерево, потому что деньги уже почти заканчиваются. Находится дерево, песок. 3 километра, 5 километров. Так это же ветром, знаете, впадать, что такое? Вы знаете, как нас тушили давно? Это сречки песок, да, сречки песок? Да, слава, что-то говорит. Сречки, да, сречки песок? Конечно, вот есть машины, есть грузовые машины, по-всякому. Это очень легко. На фотографии жалко, не видно всех людей, которые работают. На этой фотографии работает около 300-500 человек. Все эти люди работают бесплатно. А вы помните ту школу, которую я не смог закончить? А здесь эта школа была за 10 дней закончена. Люди, мы сами не знали, откуда брались. Все приходили бесплатно. И вот школа готова. За 10 дней. Скажите, как там 2 года не можем закончить? А здесь готовая школа. А я отсюда ухожу. Прихожу перед Совет Церкви. И говорю, братья, помогите. И вот пришел 2014 год. Я физически не работаю, только в Африке. Дмитрий Викторович начал заставлять меня. До тех пор я вообще не трогал ни лопату. Я не нацепил одежду какую-то. Приходилось очень тяжело работать, потому что с 4 утра до полдесятого работать. А еще, когда людей вообще не хватает, потому что в этой округе 100 километров нет ничего похожего. Дети, которые иногда приходили наблюдать, брали лопаты, что-то помогать, строительство шло вперед. И то это строительство было бы не пошло, если бы не было города Москвы. Мы собирались уже уезжать. И из Москвы поступили средства, и мы решили остаться еще, чтобы достроить школу. И в это время ко мне подходит человек. И начинает спрашивать меня. Ну вот, стройте школу, а что вы делаете вечером? Я говорю, ну, две программы мы провели, больших. И мы только у меня задание, сам от себя, я бы хотел достроить эту школу, которая никому не нужна. И он говорит, а вы бы смогли у нас в селе проповедовать? А я говорю, а что за село? Он говорит, да вот мы с нашей церкви, где мы крестили 504 человека, если помните, то в этом городе крестилось 300 человек. Он говорит, мы ездим 25 лет в село, чтобы как-то евангелизировать, но никогда не сумели. Вы понимаете, почему эта школа не строилась? Но осознали мы только это. Продолжение, я думаю, покажу на фотографиях. Женщины, которые носят кирпичи, по 80 кирпичей на голове. Тоже расстояние 3-5 километров. И в конце концов эта школа в прошлом году с Божьей помощью была достроена. И я понимаю, что, возможно, она не нужна была этим людям. Я уже в конце концов, когда я там плакал под стеной, когда уже дело не шло, когда уже все черные нас оставили, потому что не было понятно, почему эта школа не строится и зачем она нужна вот в таком пустынном месте. Поехали в это село. Когда я приехал в это село, я увидел эти дома. Люди, которые в городе, они к вам еще приходят заздороваться, но в селе они от вас убегают. Грязные, нищие, бедные. В 10 лет они уже знают о семейной жизни больше, чем вы. В 12 лет они начинают рожать. В 17 лет этой девчонке, которая приняла на крещение, у нее уже трое детей. Никакой цивилизации. Нам приносят стулья, продаются один доллар, потому что детям негде сесть. Моя мама, которая не из адвентистов, она говорит, поможет 25, ну 20, мне тяжело переводить на рубли, 25 долларов, как-то поможет. И когда я ей пришел и сказал, что мы провели евангельскую программу и купили 400 стульев за эти 25 долларов, она не могла поверить. Возможно, не поверите и в... Вот такие велосипеды, такие компьютеры у них. Вот эти сиденья, которые вы видите, эту клеенку, которую мы купили, на которой сидели все дети. Месяц, который видно вдали, больше, чем нашу лампочку. Как только я направляю свет на них, чтобы их сфотографировать, эти люди разбегались. За 10 дней никто ко мне не подошел. Несколько женщин подходили ко мне, чтобы выгнать из них духа. Это все. Со мной был один белый человек, который пришел туда. Он сидел в машине, он не выходил. Он ослеп на глаза. Ему не нужна была не эта программа. И мне очень сильно тяжело. Думаю, ну школу, школу. А вот здесь эти люди ничего не хотят. Если 25 лет церковь не могла, так что же я могу здесь решить? И у нас появилось 4 человека. Это были первые кандидаты, которые захотели принять крещение. Я говорю, если 4 человека есть, это хорошо уже. Возьмите, если они придут со своей супругой, или со своими детьми, это же будет хорошо. И мы купили за 14 тысяч рублей, купили земельный участок, я не знаю, 3 гектара земли, на высоте. И мы решили построить где-то 6 на 8 молитвенный дом. Скажите, хорошее решение мы приняли? Мы молились. Мы верили, что там будет молитвенный дом. Строительство очень тяжело подходило. Не то, чтобы к концу, к началу, потому что строителей в этом селе не было. Люди вообще не образованные. Они не знали, что такое кирпичное здание. И мы привезли из города, 45 километров мы ездили каждый день на программу. И мы привезли туда строителей, которые будут продолжать строительство. Кирпичей выжженных не было. Они даже не знали, как выжигать кирпичи. И вот молитвенный дом вот такой маленький стоит. И здесь была наша ошибка, когда мы пришли на крещение. Это не я. Это те братья и сестры, которые ходили туда 25 лет. Они говорят, что не они. Это Бог, который приготовил людей на крещение. 28 или 29 человек. Представляете, когда они со своими детьми придут туда, со своими семьями, они говорят, брат Василий, так мы же туда не поместимся. Я говорю, приедет к вам брат Василий, другой Евгений. Кто-то приедет. Вы с этого здания сделайте школу. Школы у них нету. Дети не ходят в школу. Сделайте, возможно, молитвенный дом, а это у вас будет как школа. И я верю, что Бог пошлет им не меня, а кого-нибудь другого. А мы снова отправляемся в путь. Сколько времени на евангельскую программу? Какое время суток вы бы сказали здесь? Я хотел сюда поставить фотографию. Вы помните, когда я вышел первый раз проповедовать? Было столько же детей, сколько здесь. Но Бог меняет. Бог меняет каждого из нас. В 6 часов утра мы уже не проводим евангельскую программу только вечером. Мы проводим утром, приходит 20 человек. Это ж можно просто встать в 4 часа утра, за один час добраться туда и начать евангельскую программу. Потом придет еще больше. Потом мы с ними делаем физзарядку, как делаем у вас. Потом их тысяча. Около 2,5 тысяч людей приходит в 6 часов утра. Да, Господи, неужели это все мне? Это все ты. Это все он делает. Не надо компьютеров, не надо никаких подсказок, что Бог положит на сердце, вы можете им сказать. Я уже не помню, как надо подсматривать компьютер, потому что первую лекцию, помните, я знал наизусть. Что вы можете здесь знать наизусть? Что можете рассказать этим людям, у которых нету не то, что электричества, у которых нету куска хлеба? Впервые я выхожу на сцену, уже не такие маленькие, они уже огромные, где уже потоки людей. Если бы фотоаппарат мог передать всю сцену, но вы видите только одну часть людей. Физзарядка, когда из города Мера приходят только для того, чтобы сделать физзарядку, потом они не хотят уже евангельскую программу слушать, им только физзарядка, но как-то незаметно они там садятся, потому что все садятся. Единственный дизайн, с которым я езжу. Зачем я езжу в Африку? Я могу работать и здесь, только для того, что однажды Иисус Христос позвал нас. Это крещение одно из крещений. Они всегда меняются, люди меняются. Чтобы крестить одного человека, очень много усилий надо. Не все так просто. Иногда на призыв выходит до трех тысяч человек. Вот вечером, спереди охрана, люди просто идут и идут. Все хотят принимать крещение. Но есть правила адвентистской церкви. Мы не можем всех крестить. Не знаю, как были в те времена, не знаю, как будет в следующие. Первый раз я согласился в цивилизации проводить евангельскую программу. Я хотел бы, чтобы мы спели с ними песню. Этих людей есть столько много, что их не охватить фотоаппаратом. Нам уже проекторы не такую стену надо, как здесь у вас, а еще поогромнее, примерно 4 на 4 или 5 на 5. А людей уже идет очень много. И все хотят только одно. Почему? Господи, почему? Почему Африка? Нету ничего кушать, а они ищут Христа. Почему в Европе, куда я не пойду, я приглашаю просто на концерт, и никто не хочет идти? Почему в нашей с вами стране никто не хочет идти? Крещение на океане. Знаете, всегда один вопрос. Где взять пасторов? И где взять пресвитеров для того, чтобы совершить крещение? Очереди, которые неустанно проходят. Можно вопрос? А насколько они понимают и воспринимают эту весть? Не является ли им как некий модный символ, как вдруг поможет изгнание из бесов или еще? Насколько они осознанно? Как вы это понимаете? Хорошо. Можно встречный вопрос? Можете встать сюда со мной? Те, кто сегодня я задавал вопрос, просьба не отвечает. Спросите у вашей церкви, когда вы придете, как звали дедушку Давида или четвертую заповедь от нашего до конца. Сколько людей, адвентистов, в вашей церкви может сказать ее наизусть? У вас есть желающие, которые бы вышли сюда и сказали эту заповедь? Мы все называемся адвентистами. Спасибо. Понимаете? Спасибо, братья. Понимаете? Если мы будем говорить, что мы адвентисты, мы же многое из того не соблюдаем вообще ничего. Мы осознанно говорим, что мы адвентисты. Я не знаю, как у вас, но я был сейчас в Питере. Почему-то странно. Вам не кажется, что адвентисты приходят в церковь не в 10 часов, а когда заканчивается субботняя школа? Вы считаете, что они неосознанно идут? Как вы думаете? Никто не исключает. Никто не исключает. Не перекрестит. В субботней школе. Вот я сегодня сидел в субботней школе. Сколько человек отвечает? А другие же, возможно, и не смотрели субботнюю школу за неделю. Я же никогда не упрекаю ничего. Я смог бы вам показать некоторые кадры, когда я делаю призыв, чтобы вы посмотрели на глаза наркоманов, пьяниц, убийц, когда они выходят вперед. А те, которые сидят, наши адвентисты, призыв касается каждого. Он касается меня. И я буду сидеть упорно на стуле, потому что призыв меня не касается. А этот убийца выходит. Кто заслуживает спасения? Хорошо, скажу по-другому. Дмитрий Викторович крестил в Порк Бержи. Сколько человек? 103. 113. Сколько людей, вы думали, осталось в этой церкви? Два человека. Два человека ушли из этой церкви. За два года. В Мампегунии из 60 и 4 ушло 20. Я считаю, что это очень хороший результат. У нас мы продолжаем приходить. Я некоторых членов церкви, которые принимали крещение вместе со мной, вообще в церкви не вижу. Я даже не знаю, они члены церкви или нет. Я мог бы вам показать один кадр, но время, знаете, оно очень жесткое. И я не смогу вам показать этих людей, когда делаю призыв. Потому что фильмы я стараюсь не делать. Потому что я говорю там на таком языке, русском, который вы не понимаете. Ох. Вы помните первые мои фотографии, когда я пришел в церковь? Когда-то я так жив. Я смог бы и сегодня оплатить 2000 евро за номер в этом отеле, чтобы не смотреть на ваши айфоны, на мой айфон, на телефоны, может, лучше на такие картинки. Не на красивые Мерседесы, Лексусы, а, возможно, вот на такие велосипеды у этих детей. Иногда, где ползают змеи, наверное, лучше мне бы спать в этом номере. И где на один звонок выходит дворецкий и спрашивает «Господин Стойко, что вам подать? Из какого блюда желаете вы сегодня покушать? На каком матрасе готовы вы поспать?» Хочу вам сказать, дорогие мои братья и сестры, что далеко легче мне там спиться, чем рядом с вами, на тех уютных, мягких. Я не говорю, что я живу в Африке, что я там постоянно. Я приехал, я уехал. Но главная моя цель не золото в этой жизни. А есть что-то другое. Возможно, жара, которую мне совершенно неудобно переносить. Я лучше буду бегать здесь, в майке, на этом холоде, чем умываться этой грязной водой. И мне совершенно непонятно, почему здесь я чувствую себя неуютно. Почему меня тянет вот туда, в эти края, где такие удобства, где на вас могут с потолка свалиться что угодно. Но есть у меня семья дома и жена. И где у такой роскоши я мог бы забыть все людские проблемы. и когда я вчера вечером слушал те опыты многие из вас. Мне захотелось бы, мне хотелось так сильно, я же говорю, я же не все до конца все равно отдаю. Но в прошлом году меня не хватало вообще средств. Если бы я смог вам показать свой календарь. На работу я практически даже не знаю, где моя работа. Я не помню своего директора, как он выглядит. потому что он очень сильно я уже иногда боюсь ему звонить, потому что я его поставил на эту работу. А он спрашивает, а куда деньги улетучиваются? Мы ж в долгах, мы ж ничего не видим. Он говорит, все туда и туда и туда. Скажите, эти люди заслужили? Скажите, вы сегодня готовы пойти вот так работать? Иногда я рассказываю, кто готов? Все готовы поехать на туристическую путевку. но чтобы работать от 4 утра до 10 ночи без удобств, когда за 10 дней бывает только 2 дня вода. Мне особенно тяжело. Но когда я вижу на этих людей, когда я вижу радостные лица, когда в Европе я показал эту фотографию и они сказали, что меня надо судить за то, что мы руками идем собирать мусор, за то, что мы сжигаем этот мусор и чем эти люди дышат, и сегодня когда говорят, что в Барбиже 150 человек, в России 100 с чем-то или 200 с чем-то человек, вы думаете, это трагедия? Вы когда-то слышали такую цитату? Скажите, 150 человек это трагедия? погибших погибших в Барбиже хорошо, а я считаю, что знаете почему? Каждый день больше погибает от воды 13500 умирает каждый день. Люди ищут на Марсе воду в то самое время, как в Африке этой воды нет. Скажите, человечество понимает, о чем идет речь? От голода умирает 20 тысяч человек каждый день. А мы сожалеем о 150, о 20 тысячах мы даже не говорим. Возможно, кому-то покажется это безрассудно. Ровно через два месяца я отправляюсь снова в Уганду. В январе, в феврале будет проводиться евангельская программа на острове Галангова. Откуда во время войны бежало очень много беженцев? Что мы будем делать там? Уже намечены планы, что мы будем строить две школы 70 метров в длину. У нас никаких больше планов нету, только чтобы построить эти школы. Не знаю, если Богу будет угодно, чтобы я дожил до этого времени. есть у меня просьба большая, чтобы вы молились за тех людей, которых мы там надеемся увидеть, чтобы вместе с нами помогали строить, чтобы вообще они приходили на программы. сейчас я готов ответить на ваш вопрос, если вы хотите мне его задать. Почему Африка? У вас еще есть такой вопрос? Я готов не ехать в Африю, я готов поехать в ваш город. Если вы найдете мне таких миссионеров, если мы все с вами и всеми церквями, какие есть в вашем городе, выйдем и пройдем таким карнавалом красивым по городу, если мы придем на программу, я готов не ехать. Вы мне сделаете, наверное, и хороший ужин, который там, и хорошую кровать. Я готов поменяться с кем-нибудь. Я думаю, не из-за карнавала вы туда едете. Потому что люди принимают Христа и для меня евангелиста не важно, сколько крещений. Я вообще иногда даже не знаю, только через неделю узнаем, сколько крещений. Потому что посчитать людей не важно. Я иду туда, потому что люди хотят слышать об Иисусе Христе. Но я готов работать и здесь. Если вы наметите евангельскую программу в вашем городе, я готов приехать к вам. Пишите на сайт и будем вместе с вами трудиться. для того, чтобы мы с вами заключили, кто такой миссионер и кто такой самозванец. Эта идея была у известного проповедника второй половины девятнадцатого столетия Чарльз Сперджи. Он говорил, что каждый христианин является или миссионером, или самозванцем. В чем отличие христианина от самозванца? Миссионера от самозванца? То, что если я услышал весть об Иисусе Христе, и Он меня позвал, и я пошел вперед, несмотря ни на что. Я не буду смотреть у моей дочери айфон четвертого или пятого поколения. Я никогда не буду смотреть, какой компьютер или моей машине 8 или 10 лет. Я буду смотреть только всегда на Иисуса Христа. Независимо от религии. Независимо как относятся к этому мои родные. Дорогие мои, сегодня здесь прозвучали слова о тех самозванцах, которые сидят, ничего не делают. Святой Дух не будет избить. Святой Дух изольется только на тех людей, которые делают что-то в своей жизни, которые изменил свою жизнь, стал миссионером, они продолжают идти рассказывать в своих домах, в своих семьях, несмотря ни на что. Возможно, мне завтра придется тяжело, возможно, завтра я лишусь своего бизнеса, я не знаю, как это будет, но я об этом сегодня не думаю. Иногда сатана старается нашептать, и я думаю, а как же будет, ведь раньше я не задумывался, где взять деньги на билет, а сегодня ж другое время. И я верю, что Господь, который изменил мое сердце, который помогает менять мир других, Он поможет ей это время. Я верю, что и среди вас находятся эти люди. И я хотел бы вас спросить, кто из вас готов сегодня идти в Африку? Помните одну историю, она записана в царствах, когда трое прокаженных пришли в стан. Что они там нашли? Все. Скажите, как они набросились на это, как они начали кушать? Вы помните это? Вы помните? Нет, они не тронули ничего, они пошли, и привели своих. Вот это цель нашей жизни, чтобы мы к Иисусу вели наших людей. Сегодня Бог приглашает нас их в Самарию, а нас приглашает в Африку, но эта Африка находится в Пятигорске, в Твери, в Москве. У каждого из вас у меня своя Африка, у вас своя. Сегодня мы можем придумывать очень много проектов. Любой проект, который ведет к жизни, к спасению человечества, это есть дорога до Христа. И когда мне говорят, что нельзя так ходить, нельзя так бриться, нельзя это, меня это не смущает. Потому что в моей жизни главное это наш Иисус Христос. посмотрите, у нас сегодня все есть, тем более у вас Иисус Христос. Он не пришел сегодня, когда у вас есть свет, когда у нас есть электричество. Нам захотелось тепло, мы включили тепло, но Он пришел в то время, когда было холод, когда не было электрики, не было компьютеров, телефонов, ведь сегодня если бы Он пришел, мы бы смогли как Его ученики по телевизору очень сильно все рассказать. А почему мы сегодня не можем? Ведь Он живет в моем сердце. Я готов это сделать. Кто из вас готов сегодня сказать Господи, используй меня? Я знаю многих из вас, которые оставили все, которые пошли может не так как я, намного легче, намного проще, не спустя 20 лет. Кто из вас готов сказать, что хочет идти в Самаре к своим родным, к близким? Я хотел, чтобы вы встали. Я хотел, чтобы мы молились. о том труде, который ждет нас ради нашего Иисуса, который умер 2000 лет назад. Господь наш и Бог наш. нашему сердцу очень радостно то, что ты нас спас. Но, Господи, пройдя в нашей жизни, мы видим много препятствий. мы часто устаем. Мы спотакаемся, падаем, и нам сегодня почему-то печально. ждем тебя. Мы сегодня, Господи, не знаем, что делать. Почему наши близкие, наши родные, их нету сегодня с нами? Почему этот мир кажется таким далеким? Господи, мы молим тебя, чтобы ты через Святого Духа сказал нам путь. Путь к нашим близким, к нашим родным, к тем людям, Господи, которых ты знаешь по имени, которых нету среди нас. Господи, помоги моим братьям и сестрам найти эту дорогу, когда будет тяжело, когда на сердце не будет слов. Ты подскажи. Аминь. Аминь. legно Продолжение следует...